Всем привет! Моя хорошая, начинаю новый влог. Он будет интересным. Оставайтесь со мной до конца. А начнем его мы с вами с обзора интересных посылочек с Wildberries. Это натуральная косметика. Сейчас покажу и расскажу. Так выглядят посылочки. Сейчас сразу распакуем. Это Aficina Naturae. Это итальянский бренд, который производит экологичные продукты в перерабатываемой упаковке, которые не содержат ни СЛС, ни силиконов, ни парабенов, а зубные пасты не содержат фтор. Продукты производятся в Италии и здесь на упаковке даже нет ни слова по-русски. И для нас с вами производитель... Так, где здесь наклеечка? Клеит вот такие вот наклеечки. Органическая отбеливающая зубная паста без фтора. Так, сейчас найдем наклеечку другую. Это у нас с вами питательный крем для тела, а это у нас с вами крем для ног. Успокаивающий и освежающий. Вообще это актуально, когда очень много ходишь. Когда у тебя дети, ты всегда много ходишь. Крем для ног это вообще вещь актуальная. Сейчас будем с вами разбирать каждый продукт. На самом деле мне тоже очень интересно. Составы, кстати, богаты маслами, витаминами, что очень-очень интересно. Кому интересно тоже. Я вам состав подробно показываю. Это у нас с вами паста. Это крем для тела. Можете нажать на паузу, да, ознакомиться и почитать. Продукты эти представлены на маркетплейсах. Пайл Брис Азон. Я вам оставлю ссылку на сайт. И оттуда вы уже можете перейти на маркетплейс. И подробно посмотреть и ознакомиться. Смотрите, на втором месте у нас с вами что-то как кокосовое масло. Я не сильно в составах, но вроде много экстрактов, действительно много витаминов. Будем пробовать. Первый у нас с вами будет, который укатился. Это крем для ног. Упаковка полностью перерабатываемая. Так нам говорит производитель, да. Давайте посмотрим, сколько он вскрытый может храниться. Очень интересно. О, 12 месяцев. Значит, все-таки есть какие-то ингредиенты, которые позволяют ему так долго храниться. Кстати, раньше на эту тему затевались очень часто дискуссии, что натуральный продукт не может долго быть вскрытым. Нет, девчонки, оказывается, может. Есть натуральные компоненты, которые позволяют ему быть долго вскрытым. Вот так, да. У нас с вами веганский продукт. И давайте смотреть на консистенцию и на аромат. О, это такой достаточно плотненький крем. Очень нежненький, я бы даже сказала. И вот я его сейчас на руку нанесла, и он холодит. Я не знаю, я буду пробовать обязательно на ногах, и потом вам расскажу. Аромат мятно-ментоловый. Очень приятный, натуральный. Вкусненький, не сильно бьет в нос. Дальше у нас крем для тела. Тоже, наверное, 12 месяцев может быть вскрыт, да? А нет, а крем для тела 6, смотрите как. Да, интересно. Здесь тоже такая же крышечка, пластиковая. И вот он, мне кажется, поплотней. Да, он действительно уже поплотней. Чувствуется, что будет хорошо увлажнять. И здесь тоже такой интересный аромат. Присутствует какой-то аромат зелени, да? И кокосика. Но он такой натуральный, тоже не бьет в нос. Достаточно деликатный, очень-очень приятный. Никаких вот парфюмерных, химических каких-то отдушек я в этих средствах вообще не чувствую. И вот она паста. В такой вот упаковочке написано Made in Italy. И она у нас открытая, может быть, 12 уже месяцев. Здесь 75 миллилитров. Сейчас с вами вскроем и посмотрим. Паста вообще какая-то, девчонки, чудесная. Она перламутровая. Она прям перламутровая, перламутровая. Смотрите, как переливается, как хайлайтер. Такая интересная. Пахнет мяткой. Ксюше очень понравилось, да? Говорит, как мятная жвачка, но тоже все натурально. Пахнет маслами. Мятным маслом, так сладенько, вкусненько, как леденец. Да? Здорово. Вот такая вот интересная. Будем тестировать. Прямо такая, как будто она такая не очень мятная, а когда она запах, то мятная. Да? А когда чистишь, то не так ярко выражен аромат, да? Да. Ну-ка, пенится она? Угу. Нет, она практически не пенится. Натуральная паста, она практически не пенится. Да? Угу. Сейчас посмотрим, как зубки будет очищать. Милая моя. Ну, я тоже чищу. Мы решили спробовать ее вдвоем. Будем вместе с вами. Она даже не сладкая, да? Угу. Она прям, ну, без добавления сахара, вот этих всяких подсластителей. Но мятка чувствуется, да? Но не сильно. Да, она практически не пенится. Я так-то рисую вас. Вы не против? Просто в условиях, когда у тебя дома все больны, видео снимать очень тяжело. Пока одну уложили, вот мы с Ксюшкой взбиваем температуру, чистим зубы. Да, девчонки, она практически не пенится. Видите? Пену не выдают. Сейчас дочищу, будем смотреть, как очищает эмаль. Ксюша посмотрела по зубкам, да, чистенькие, чистенькие, без налета, беленькие. А у себя, как я с ужином языком провожу, поймали, да? Если она гладкая, значит паста справляется. А не, чист ли мою стюжу, уже в ту году расставалась. Я теперь чистила. Да ты что? Да. Ну, видишь, как здорово. Не, хорошо. Она отбеливающая, хоть и органическая, да? Пока. Пока-пока, иди отдыхай маленькая. Хоть и органическая, отбеливающая, да, но все равно. Мне понравилось. Еще, как мы с вами проверяем, работает паста. Не то, что работает, они практически все работают, но не всем подходят. А с пастами, так же, как и с кремами, да, надо подобрать свою. Мы с вами почистили зубки, потом покушали, обед. И если к вечеру, ну, во второй половине дня мы с вами проводим языком по эмали, и она у нас гладкая, значит, это ваша паста. Если вы чувствуете налет, обильный налет на эмали, вне зависимости от того, что вы ели, пили, значит, паста не подходит. Потому что паста должна защищать хотя бы еще в течение 8-12 часов вашу эмаль от возникновения нового налета, да? Здесь мне все нравится, здесь все комфортно. И свежесть тоже ощущается. Так, сейчас будем тестировать кремушки. И потом еще, девчонки, буду показывать вам свой уход. Сейчас только разберусь немножко, есть повод разобраться. Потому что в уходе много средств, и у меня это все в основном сейчас стоит на машинке, на стиральной ванной, да? Сейчас немножко облагорошу. Вот вы меня мотивируете на то, чтобы я разобрала свой уход. Надеюсь, и я вас на что-то хорошее мотивирую. Я нанесла крем для тела пока на руки, на всю поверхность рук. Вы знаете, вот мой левый локоть, на который я вам жаловалась, видео про фоберлик, сухость дичайшая, да? И даже бальзам новый лав не помог. Мне смягчал его бальзам гладкие пяточки более-менее, и лав в баночке крем. А здесь он смягчился сразу. То есть у меня там такое шелушение дикое, потому что я постоянно, когда крестюшку кормлю, я почему-то облокачиваюсь, если мы с ней на диване или на полу, на левый локоть. Вот не знаю почему, все время у меня так. Он у меня постоянно страдает, я им елозию по бледу на диване и так далее. Вот он у меня шершавенький, скажем так. Не то, что там какая-то прям беда, проблема сильная, но шершавый. Тяжело его смягчить, потому что все равно ежедневно это трение происходит. А здесь все смягчилось. Прям красота. Я не чувствую шелушения. Все очень быстро смягчилось. Знаете, мне понравилось. Мне очень понравилось. И аромат приятный. Сейчас на ножки попробую крем нанести. Легкий ментоловый холодок уже несколько минут длится. То есть обычно, если он есть, такой легенький, он быстро проходит. Нет. Здесь все, знаете, без перебора. Не как гель лошадиная сила, да, от которого, я помню, когда приобрела его, у меня муж задыхался. Он меня выгонял мазать ноги на балкон. И говорил там полчаса сидеть и не возвращаться больше, потому что задыхалась все квартиры, да. Здесь нет. Здесь легкое ментоловое охлаждение. Очень дискомфортное, очень приятное. Идет холодок прям по всем ножкам. Сразу ножкам как-то становится легче. Я очень люблю такие средства использовать в теплое время года. Я оставлю его, он 12 месяцев может быть скрытый себе на весну, на лето. Да, потому что именно весной и летом мы практически целый день на улице. И когда вечером приходишь домой, ноги просто отсыхают. И вот я люблю вот такой охлаждающий эффект. Ножки кверху задрал, все ножкам легко, хорошо. Но до сих пор этот эффект длится. И действительно появляется какая-то легкость. Очень достойная косметика. Действительно достойная для внимания. Так, ну что, давайте приступим. Вот так выглядит мой основной уход на стиральной машинке. Давайте начнем с вот этого ящичка. Сейчас покажу вам, что там. Здесь у нас маски Beauty Lab. Самая моя любимая маска из всех трех. Гелевая, 10-44 артикул. Мне от нее эффект понравился. Он даже на утро сохраняется. Полоски MFW хорошо очищают нос. Так, дальше что тут у нас? Вот еще я откопала маски. Недавно разобрала еще один ящик с уходом. И нашла Эйвенские маски. Мне одна Beauty Visage. Коллагеновый альгинатный. Альгинатные маски пока нет возможности делать. Нет, она в принципе есть, но неохота. Вот честно, девчонки, неохота. Я очень люблю эффект от альгинатных масок. Но неохота. Вот эта маска, я помню, мне не понравилась от Эйвен. Но тем не менее она есть. Надо ее куда-то добить. Так, дальше. Моя любимая маска. Недавно вам показывала. Взяла в запас две штучки. Освежающая экспресс-маска для лица Агафья. Вот так она именно называется. Вот так выглядит. Она обалденная. Я ее очень люблю с утра. Она снимает отеки, выравнивает цвет лица, пробуждает. Она покалывает. Возможно, не очень дискомфортно в носке, но эффект от нее обалденный. Девчонки, многие мне писали, что прям очень довольны. Здесь у меня стоит тоник от Биоси. Вот стоит и стоит. Отправляю в пустые баночки. Девчонки, даже на тело эту гадость не хочу использовать. Липкая хатость. Так, что это? Пробник какой-то. Так, это у нас с вами бустер фоберликовский энергетический глобал оксиджен. Понравился. Вы знаете, силиконистая такая вещь. Артикул 5799. От него личико гладенькое, как основа под макияж подойдет. Он как легенькая пеночка, а потом на лице превращается в тоник. Хватать его будет надолго. Не видно тут сколько у меня. Ну вот столько. Я им пользуюсь почти на постоянное. Ну не на постоянное, нет, в последнее время не пользуюсь. А так раньше на ежедневное. Выравнивает хорошо. Пора мне не забивал, хотя силиконистая штука, да? Вещь классная. Вместо тоника можно. Вместо тоника плюс сыворотка. Тут же у меня стоит кислородная пенка для лица. Глобал оксиджен в запасниках, потому что пока пользуюсь другой. Добиваю запасы. Девчонки, сейчас покажу какой. 58-07. Обалденная пенка. Я ее очень люблю. Хорошо очищает. В то же время не пересушивает. Увлажняет. Выравнивает тон. Какая-то кожа упругая после нее. Я прям рекомендую. Вот эта серия вообще бомбезная. Здесь у меня 100 лет стоит вот такая очищающая сосудра. 100 лет, правда, стоит, потому что нет необходимости пользоваться. Надо добить тоже 1,673 артикул. Вот видите, подразобралась чуть-чуть и нашла, что добить. Здесь у меня стоит пилинг для лица Organic Zone. Очень хороший пилинг. Но после пилингов битепилы я поняла, что это не пилинг, а баловство. То же самое могу сказать про фаберликовский пилинг. Он у меня здесь вот тоже. Где-то стоит весь. Да не весь что-то. Первые два шага. Да, они здесь были, девчонки. Это энзимный B. А где у меня первый шаг кислотный? Честно, не вижу. Слушайте, куда ты подевался? Ладно, найдем потом. Здесь у меня крем для уменьшения порта уже 100 летней давности, потому что нет в нем необходимости. Надо добить его чуть-чуть осталось. 78-84. Не скажу, что он круто матирует. Кислородный баланс матирует гораздо лучше. Но тем не менее, у кого жирная прям кожа, на теплое время года более-менее подходит. Здесь у меня стоит масочка, тоже Global Oxygen, опять же. Кислородная пинишная маска для лица классная. 0,87. Она действительно круто очищает, круто ухаживает, выравнивает тон, дарит упругость. Она прям классная, когда надо вот срочно выглядеть хорошо. Вот это она, на трехминутную приблизительно где-то. Ну, пять минут максимум. Но единственное, что мне не нравится, здесь не до конца то ли достает трубочка, то ли она, когда остается маски где-то вот так, она все уже не выдавливается. И поэтому я потом достаю ее с подручными средствами, палочкой. А так, это уже повторная покупка, очень нравится. Так же, как и кислородный гамаш, очищающий кислородное дыхание. Это уже 55-я покупка. Я люблю умываться утром. 0,271 артикул. Он классный, кожа после него дышит, очищает хорошо, без каких-либо травмирующих частиц. Ну, они угловатые, конечно, но их не сильно много. Так, дальше. Здесь у меня карбокситерапия все три шага. У меня еще в запасе, по-моему. Один есть, 0,294 первые два шага. И третий маска, 0,295. Я обожаю карбокситерапию. Вот сейчас, когда уже кислоты, нам скоро будет нельзя с вами делать, да? Потому что наступает теплое время года. Карбокситерапию можно. Здесь у меня очень классная гелевая маска омоложения от Mineralife. Мы сделали обзор с вами на эту косметику. И она мне безумно нравится, девчонки. Она подтягивает лицо. Она, вот знаете, обладает лифтинг-эффектом. Ее наносишь, и потом чувствуешь, как кожа под ней стягивается. Очень крутая, действительно омолаживающая. Самый мой любимый продукт по очищению кожи, это их же минеральный гель для умывания. Он такой коричневый, землистый, он безумно крутой. Вот как будто вы землевое лицо отрете, да? Но в то же время такая полугелевая, полукремовая текстура. И вычищаются все поры, нура. Лицо потом красное, частиц много. Они угловатые, шероховатые. Кто любит хардкорный уход, как и я, вот это то, что нужно. Идеально вычищает лицо. Поры потом очень долго чистые. Я вам уже нахваливала этот продукт. Так, а вот он первый шаг. Да, вот он первый шаг, это пилинг Фаберлик 12-18. Первый шаг, сама кислота. И второй шаг у нас с вами, это как скрабик 12-28. Я говорю, после педипил это вот баловство. Реально баловство. Щетка моя любимая, которой я периодически умываюсь, уже такая вся деформированная, из фикс прайса. Я их, не знаю, давно не видела там, но я и бываю сейчас там редко. Она очень нежная, мягенькая, я ей прям обожаю умываться. Ну вот, сейчас начнет все валиться, всю картину исполнится. Никак не могу добить крем для глаз в био-гло. Он вроде неплохой, я не люблю. И люблю один крем на все лицо. 13-09. Так, что здесь у нас еще? Маску Эйвенскую недавно откопала. Причем моя любимая была в Эйвен. Маска, пленка, она тоже круто работает. У нее глаза щиплет, правда, трынетец, девчонки. Но она была моей любимой, прям потому что тоже хардкор. 55 лет у меня стоит Эйвенский мусс автозагар, потому что мне нравится. Мне иногда, когда мой цвет лица не нравится, я наношу этот автозагар на лицо. И с первого раза это очень сильно загорелое, поэтому с ним надо быть аккуратнее, совсем немножко наносить. Он как пенка. Прикольный. Он мне нравится. У него на срок годности уже вышел, но он еще работает. Я иногда им пользуюсь. Так, Эйвен. Вот это крутой. Очень крем для глаз. Мне он очень понравился. Он разглаживает кожу вокруг глаз. Не скажу, что прям крутой супер лифтинг эффект, но он реально мелкий, мимический разглаживает. Я вам про него уже писала. Вот так он выглядит. Гипоаллерген. Мне кажется, он сейчас уже в другой упаковке, если я не ошибаюсь. На маркетплейсах был. Так, здесь у меня одна из любимых масок Биомика. Маска сливки. Где-то у меня еще одна в запасе есть. Надо добить на один раз осталось. 12-51 артикул. Это действительно сливки. Очень хорошо напитывает и увлажняет кожу. Так, здесь у меня два средства от Миксит. Это вот такой бальзам. Это как плотная вазелиновая основа. Это соцсредства, девчонки. Они реально помогают. И это скраб. Скраб с крупными частичками и тоже с маслами. Это очень маслянистые и чрезмерно питательные текстуры. Когда есть сильные шелушения или губки поскрабировать и на ночь смазать, вообще круто. Вообще его я... Вот у меня сленг, да, девчонки? Вот теперь нам это все на одно место поставить. Ну и здесь у нас, конечно, куколка. Платьица от куколки Лол затесалась. Да, такое тоже бывает. Так, что я вам из коробочки не показала. Это недавно мы с вами обозревали с сайта Рандеву. Очень бюджетная умывалка кислотная. И очень крутая для жирной кожи. Прям девчонки рекомендую. Моментально матирует и выбеливает. Прям крутая. Запоминайте название. Я вам ссылку на сайт Рандеву оставлю. Многие девчонки мои уже знают. Они там часто заказывают. Кто не знает, я вам ссылку на сайт оставлю. И там найдете. Вот ведете, допустим, консли и найдете. Это бюджетная умывалка, но очень работающая, очень крутая. Кто-то из девочек писал, что заказал и очень остался доволен. Так, все. Из этой коробки мы с вами все разобрали. Сейчас вместе с вами быстренько уберу. Здесь у меня что еще? Скраб для губ от Миксит в очень удобном формате. Надо тоже его добить, потому что он классный. Он хорошо стробирует, но очень быстро кончается. Он у меня давно стоит уже. У него расход прям такой большой. Он на губах тает, частичка много, но он прям на губах тает и быстро расходуется. Это пилинг от Битипил, последний, после которого у меня шелушится нос. Спасибо вам, кстати, за рекомендации. Вы думали, у меня нос от насморка шелушится? Нет. С меня слазит кожа, как написал кто-то из девчонок. После хорошего пилинга кожа должна слезать, как у змеи. Вот после этого она у меня слезает, как у змеи, но в Т-зоне только. Поэтому шелушится у меня именно от пилинга я еще один раз сделаю, потому что мне очень понравилось. У меня все подкожники вылезли. Кожа классная, кожа ровная. Самые лучшие пилинги, которые я пробовала. Они мощные, они крутые, и они действительно работают. Так, здесь у меня жидкая мыла стоит для рук. Дальше поехали. Так, тут у меня стоят коробочки с различным мылом подарочным, декоративным. Ну, как бы и на них стоит из фикс-прайса вот такая вот штукенция с ватными тисками. Здесь в запасниках тоже мицеллярка Фиберлик. Самая, кстати, крутая. Потому что вообще не щиплет. Из серии Эксперт Фарма. Можете подросткам своим, девочкам, брать такую мицеллярку. Подойдет и по составу, и по свойствам. 16-68 артикул. Она действительно здоровская. Здесь у меня стоит маска из фикс-прайса или из гламарта. Я уже не помню. Свежая косметика. Хорошая, очень питательная маска. Кокосовая, омолаживающая. Не омолаживающая, но она питает и хорошо увлажняет. Прям такая тоже сливки-сливки. Здесь у меня какого-то хрена затесался сайдо пилинг, который вообще нифига не пилинг. Я выкидываю, девчонки. Чего я буду его это самое? Вот от Бетипил еще у меня ламилярное молочко стоит, которое с СПФ-40. Кстати, хорошее молочко. Оно оставляет сначала блеск на лице, но потом впитывается. В принципе, в носке очень комфортно, на лице не ощущается. Где-то минут через 20 полностью впитывается. Так, погнали дальше. У меня здесь стоит масло для тела, которому липнет каждая волосянка. И не отмывается. Как будто прилипает намертый. Я вот сейчас даже попробовала очистить. Нифига. Это решаем. На обзор присылали очень давно. Почему стоит давно? Масло на самом деле целлюлитное крутое. Но оно жжет. И жжет так нехило. Поэтому я к таким средствам сейчас прибегаю редко. Потому что ребенок маленький рядом. Не дай бог еще там я намажусь. Она проснется, мне надо к ней подойти. До нее дотронусь еще и у нее что-то будет гореть. Но я обязательно его добью. Оно крутое. Так, здесь у меня стоят всего лишь два средства мужа. Уходовых. Это Нивея тоже заказывали на рандеву. Кстати, на рандеву накопительная система скидок. Да? Это вообще круто. То есть я там уже какое делала? Седьмой заказ где-то. И уже у меня такая хорошая скидка с каждого продукта выходит. Что даже если вот этот продукт искать в магазинах и на маркетплейсах по скидкам, на рандеву выходит дешевле. Так, и стоит у него еще тут дейзик фаберликовский. Он добивает. Чуть-чуть осталось Барберлаб. Стоит дейзик, которым пользуется Ксюша у меня сейчас. Это вот такой вот комфортно для чувствительной кожи. Так, стоит у меня здесь от Джамиса тоник. Мы с вами недавно обозревали корейский бренд. Хороший. Я вам всего-то за вас вставляла. Хороший. Линейка мне нравится. Все как бы комфортно. Здесь у меня стоит от Эвелин тоник никак не добьем. На лето хорошо подходит. Мне понравилось. Не сказать, что прям супер-супер, но неплохо очищает. Мы его сейчас добиваем с Ксюшей, потому что давно стоит открытый, в маске. Маски вот такие вот в таблеточках. Я вам показывала. Мы заказывали на сайте Юмакс. Я беру вот эти две таблетки маски, наливаю в тарелку тоник какой-нибудь. Наливаю еще немножко какой-нибудь сыворотки. Там это все дело размокает. И наносим на лицо. Кстати, вот эти маски, у них там есть еще небольшие. Прикреплены к ним кружочки на веки. То есть даже можно закрытыми глазками так полежать и веками питать. Так, дальше что у меня здесь стоит еще? Здесь у меня стоит от Битипил увлажняющий тоник. Тоже очень хороший. Понравился. Мне вообще от Битипил понравился. Очень уход, девчонки. Прям вот очень. Так, здесь у нас стоит нейтрализатор для пилинга. Так, дальше что у нас тут погнали с вами? Здесь я никак не могу добить гадкий шампунь сухой, потому что Батист гораздо лучше, девчонки. Чтобы вы мне не писали, как бы я его не применяла, он с Батист не сравнится. Я его больше не куплю. 7202 артикул. По сравнению с Батист, это вообще не сухой шампунь, а воздух, честно. Но я его добью. На один раз, наверное, осталось. Так, что тут у нас еще? Давайте тут с конца. Что-то у меня зачем-то стоит. Бальзам-растирка с пчелином ядом, хотя я и не пользуюсь, но заказывала, стоит. Очень классный Фаберлик Эксперт серия. Лосьон, обновляющий сахар кислотами. Сахар, по-моему, да? Ну, с какими-то кислотами, в общем. 1, 2, 1, 4. Я в него влюбилась, девчонки, с первого нанесения. Он действительно крутой после него. Такая кожа классная. Даже порой раз не хочется ни крем, ни чего наносить. Я не знаю, как это объяснить. Она как-то хорошо после него вот выглядит, вот реально. Так, дальше у меня здесь стоит, вот добиваю, как освежитель в туалете, релакс аромио. Но он классный. Артикула, к сожалению, не скажу, потому что его нет. Так, здесь у нас от Джамиса еще средство. Это, господи, что это, крем? Наверное. От Битепил маска классная вообще. Она увлажняет, гелевая, плотная, делает кожу очень упругой, подтягивает и очищает одновременно. Вообще прям вот супер. Битепил молодцы. Так, здесь у меня, нашла недавно в запасках от Сами Бьюти, это Оксана Самолова, да, присылала мне тоже на обзор бокс-скраб. Агрессивный скраб с абрикосовой косточкой по типу чистой линии, очень агрессивный. Я такое люблю, но сейчас иногда, не часто. Здесь надо допить, кстати, на одну, а может на два применения. Остался филлер Витекс. Он очень классный, он действительно разглаживает волосики. Но про волосы мы с вами в другом видео поговорим. Сейчас у нас с вами про лицо. И немножко мы тут временами тело затрагиваем, да. Так, что-то я вам показывала. Сыворотка Джамиса хорошая. Так, это тоже с сайта Рандевуди. Ссылки очень классная маска-пленка. Прям вот понравилась. Действительно хорошая, действительно суперская. Вот такая вот огромная бадья стоит копейки. Запоминайте название, тоже ссылка на рандовую будет под видео. На полгода бадьи этой хватит точно. Дезодоран для интимной гигиены у меня тут стоит. Ну вот новое средство. Кстати, холодок на ножках до сих пор есть, девчонки от крема, представляете? Так, здесь вот оно. Ага, это я вам сказала. Это тоже от Оксаны Самойловой пенка. У меня, к сожалению, эта штука куда-то потерялась, но она и так все равно выдает пену. Я ее, помню, в родом брала и никак не могу все добить ее. Вот добиваю, потом прям к Фаберлик приступлю, потому что Фаберлик у меня все равно впереди планеты всей. Корейская мицеллярка, очень крутая, которая не щиплет глазки. Очень дешевая на сайте рандовую. Скриншотите название, ищите. Так, дальше от Бетипил у нас с вами гиалуроновая увлажняющая сыворотка. Тоже очень достойная, просто. Так, это Любовь моя новая тоже. Мист Океану. Артикул его. Ага. А где артикул, девчонки? Что у нас тут артикула нету? В общем, ищите по названию. Есть, повезло. 09.47. Он крутой. Смотрите, как я его быстро добила. Больше половины уже. Он очень крутой, прям безумно понравился. У него классный аромат, он здорово увлажнит. Я пробовала и на волосы, и на тело, и на лицо. Вот для всего он мне нравится, и для всего он подходит. Так, разобрали мицеллярку, разобрали пенку, разобрали. Здесь у меня патчи свалтерис достаточно бюджетный, за 100 рублей, помню. За 200 где-то их можно купить. И здесь у нас с вами, причем, 30 пар, точно. По-моему, даже было 30 чем-то. Уже не первый банк. Нормальный, хороший патчи. Ничуть не хуже, чем в Берлик, а то и лучше. Вот, запоминайте название. На Валберес они есть по 200 где-то рублей. По 200 с небольшим может быть. Ну, смотря когда. Так, здесь у меня кислотные пэды тоже джамису. Такие ватные диски с ночной лицами потирать, да, с кислотой. Так, дальше. И вот уход, которым я сейчас пользуюсь. Это One Week Miracle. Это ночной крем. Артикул я вам тоже не скажу. 0,652. Никак не могу добить какие-то нескончаемые у меня. И дневной крем. Небюджетная серия. По лайк, по вип можно брать. 0,651. Вот сейчас я по випу как раз второй раз взяла сыворотку. Потому что вот это у меня уже, наверное, одно применение осталось. Сыворотка очень крутая, но она окончается быстрее, чем крем. 0,653 Артикул. Действительно тоже рабочая серия. После нее лицо выглядит очень хорошо. Очень достойно, разглажено, подтянуто. Мне нравится, как с утра выглядит лицо. Я сужу обычно так. Но если на ночь мажусь кремом, да, я должна встать с утра. У меня должна кожа выглядеть хорошо. Естественно, я ночной крем смываю заново, наношу сыворотку дневную и так далее. Да, произвожу этапы очищения, тонизирования. Но, тем не менее, я должна видеть, что с утра у меня лицо выглядит хорошо. Нет отелков, то есть, значит, крем подходит до пора, не забивает. Нет никаких высыпаний. Лицо выглядит свежим, хотя бы споломало, да. Вот это все про эту серию. Мне очень понравилось, она действительно достойная. Так, ну и все, девчонки. Мы с вами разобрали мой основной уход на данный момент. Это именно был у нас с вами уход за лицом. Еще вы просили и декоративку, уход за телом, за волосами. Я буду постепенно вам во влогах все это снимать, рассказывать о любимчиках, фаворитах. Ссылку на регистрацию в Фоберлик я тоже всегда оставляю под видео. Кто не зарегистрирован, проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Ссылка на рандеву тоже у нас с вами под видео. Ссылка на офисе, на Торая, тоже под видео. Я вам еще, девчонки, обещала, я обязательно это сниму, потому что многие из вас не знают, что такое инфобокс и что такое сообщество. Я прям короткий ролик отсниму, где это все дело искать. А так сбоку, под видео, есть такой треугольчик, на него нажимаете, и открывается информация. И там я всегда вам много-много полезностей оставляю. Нажимайте на ссылочки, смотрите цены, потому что многие пишут, а цена? Ну нажмите на ссылку, посмотрите цены. Неужели тяжело, да? Вас там никто не покусает, деньги с вас за это не снимут и так далее. Как бы, ну, обычная ссылка. Ну и на этом видео буду заканчивать. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok